Всем привет! Вы находитесь на канале Медвежев, канал о финансах, инвестициях и фондовом рынке. В этом очередном ежедневном выпуске рассмотрим с вами мировые рынки, наш российский рынок, золото, нефть, серебро и многое другое. Смотрите это видео до конца, не перематывайте и вам все станет предельно понятно. Но, а чтобы не пропускать ежедневные выпуски, обязательно подписывайтесь на этот канал, нажимайте рядом с подписатся колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. Ну, а мы с вами начинаем. Ну, а перед началом выпуска хочу напомнить о уникальном предложении от Ренессанс Кредит, о кредитной карте Разумная. Всем зрителям моего канала и подписчикам моего канала, также предоставлена уникальная возможность, оформившись карту по моей ссылке и при трате 3000 рублей в декабре, возвращается кэшбэк в виде бонуса, да, 3000 рублей обратно вам на карту. То есть, это такой крутой подарок от партнера банка. Преимущества данной карты достаточно много, это, конечно же, выпуск, доставка и обслуживание карты бесплатная навсегда, то есть, вам не нужно за это ничего платить. Ну, и льготный период составляет аж 145 дней. Достаточно удобная карта, я сразу же, конечно же, сам себе данную карту заказал, то есть, я не упускаю таких возможностей, тем более, обслуживание карты бесплатное навсегда. Да, по сути, вы от этого ничего не теряете. Но, а возможность получить бонус при тратах 3000 рублей всего лишь, да, после получения вам возвращают 3000 рублей обратно. То есть, крутая возможность купить подарки как себе, так и своим близким перед Новым годом. Обязательно успевайте заказать карту, проходите по ссылочке под видео в описании, и благодаря этой ссылке вы получите данное крутое предложение. Опускайтесь под видео в описании, и здесь указана ссылка, по которой и нужно оформить данную карту. Не упускайте такой крутой возможности, прямо сейчас проходите по ссылке и заказывайте карту. Тем более, доставка и обслуживание абсолютно бесплатное. Ну, а начнем, наверное, с важных новостей, которые ожидали вчера рынки. Конечно же, это статистика с рынка труда по США. Это важный фактор, еще раз повторюсь, да, который влияет на решение, и в целом, по результатам которого принимает решение Центральный банк США, то есть ФРС, да, который состоится уже, напомню, 14 декабря. Все эти важные новости я размещаю в своем бесплатном телеграм-канале, подписаться на который можете под видео в описании, также в первом закрепленном комментарии. Здесь у нас достаточно уже большое количество человек, более 3000 человек. Обязательно подписывайтесь, вступление бесплатное, и получайте все важные новости, которые влияют на рынок своевременно. Согласно данной статистике, у нас число новых заявок в США на пособие по безработице в США составили всего лишь 230 тысяч человек, да. Ну, и, соответственно, это совпало с ожиданиями, так как эксперты ожидали как раз-таки эти самые 230 тысяч. Ну, и число получающих пособие по безработице в США, собственно, снизилось. Вернее, число заявок на пособие по безработице в США выросло на 4000, совпав, собственно, с прогнозами. То есть, те данные, которые вышли вчера статистически по США, они полностью совпали с ожиданиями экспертов. Но, на самом деле, здесь эти данные, так как они являются нейтральными, они больше, наверное, направлены как раз-таки на истребинную политику ФРС. Почему? Потому что Джером Пау уже, это глава ФРС, да, неоднократно говорил о том, что для того, чтобы смягчать политику, нужны, как правило, какие-то позитивные данные с рынка труда. Но мы видим, что позитивных данных с рынка труда нету, да, они выходят нейтральные. То есть, это говорит о том, что улучшений явных таких, да, с рынка труда, которые могли повлиять на решение ФРС по ставке, их нет. То есть, данные выходят совершенно такие нейтральные, да, и это дает основания полагать, что ФРС в лице Джерома Паула продолжит повышать данную риторику, повышать ставки, придерживаться данной риторики истребинной, и повышать в дальнейшем ставки вплоть до 2023 года, о котором свидетельствуют многие эксперты. То есть, тот же Морган говорит нам о планах в 2023 году, также придерживаться истребинной политики в отношении ставки в США. Здесь нужно отметить, что мы с вами уже неоднократно обсуждали и наблюдали это, так скажем, в режиме онлайн, что до заседания ФРС обычно американский рынок удерживают, его тянут вверх, но по факту, так скажем, совершения самого события и уже на основании решения, да, фактического, рынок реагирует в течение 1-2 дня. Соответственно, до 14 декабря, я не думаю, что на рынке США будет какое-то падение, я думаю, будет как обычно, как всегда, да, и рынок будет небольшими семилильными шагами тянуть вверх. Давайте посмотрим с вами на график, что сейчас происходит на американском рынке. Но и глядя на американский рынок, мы с вами видим, что тенденция откупа, она есть на графике, да, и видим такой повышающийся канал, в рамках которого сейчас 14 декабря американский рынок, собственно, и двигается. Это вполне укладывается в ту логику, которая обсуждается на этом канале, и мы видим, что по графику мы находимся в четко в повышающейся канале. Отбиваемся от нижней границы и растем до верхней границы. Соответственно, цель здесь, ближайшая, это 4000, так, 4200 по S&P 500, но и главное у нас сопротивление и уровень продаж находится как раз таки вот на этом уровне. Это уровень 4200. Он, собственно, совпадает и с уровнем сопротивления с зоной продаж, и, соответственно, с верхней границей канала, который мы сейчас с вами наблюдаем. То есть, цель по S&P 500 до 14 декабря, это уровень 4200. Но, а реализуется он или нет, мы, конечно же, будем с вами наблюдать. Но, опять же, проанализировав ту статистику, которая вышла из США, мы можем, у нас есть основания как раз таки эту цель предполагать. Это что касаемо американского рынка. Ну и, соответственно, раз американский рынок будет поддерживаться, если мы предполагаем, да, соответственно, у нас, так как и существует корреляция с золотом, то золото также будет у нас подрастать. Ну, мы, собственно, уже наблюдаем с вами, да, что с ростом, так скажем, американского рынка у нас также и плюсует золото. Практически полпроцента также котировки золота находятся в плюсе. Давайте с вами откроем график и посмотрим, что у нас на графике. Ну, а по графику золота мы видим также попытка откупить, да, и мы видим, что здесь у нас на 1825 образовался уровень сопротивления, от которого у нас пошла вниз. Соответственно, только при пробитии данного уровня мы увидим поход вот в эту зону. Это уровень 1875, то есть это та важная зона продавца, от которой пошли довольно серьезные продажи, и волна достигла уровня 1625. Мы видим, что золото сейчас плюсует на корреляции, так скажем так же, с американским рынком. То есть мы видим, как американский рынок у нас после предыдущей коррекции восстанавливается. И если мы сравним с вами график золота, то аналогичная ситуация. То есть кто торгует золотом, первым образом, конечно же, обращайте внимание на корреляцию с Америкой. Но опять же, здесь что нужно полагать всем, кто стоит в лонге? Здесь нужно быть готовым к тому, что при ястребиной политике американский рынок может снова скорректироваться и потащить за собой, соответственно, в корреляции и корректировке золота. Тем более, золото, еще раз повторюсь, находится, во-первых, у уровня сопротивления серьезного, уровень 1825. И если он его не пройдет, соответственно, у нас будет здесь двойная вершина и пойдет волна вниз. И только после пробития данного сопротивления золота направится на уровень 1875. Но только после пробития данного уровня. В целом, если мы с вами рассчитываем на дальнейшую и стабильную политику от США и ждем снижения, так как многие американские аналитики говорят о дальнейшем падении американского рынка еще на 10-15-20%. Соответственно, я бы здесь уже не ставил на рост золота, потому что в случае обвала, либо снижения американского рынка, котировки золота мы также увидим вниз. То есть здесь я бы уже к лонгу по золоту относился очень-очень осторожно. Либо частично фиксировал свои позиции, либо и полностью переходил к их фиксации. По серебру, по фьючерсу на серебру, здесь у нас точности по технике все идет. Я также это отмечал в своем закрытом телеграм-канале, там где я выкладываю свое видео на рынок в течение дня. Нахожусь в режиме онлайн, у нас есть закрытый чат, где мы общаемся с подписчиками. Ну и также, если я совершаю сделки, я также пишу их в данном закрытом телеграм-канале, подписаться на который можно написать мне на почту. По серебру здесь все четко по уровням. Мы вчера я отмечал уровень сопротивления, мы до него доскочили. И от данного уровня сопротивления у нас пошли собственно продажи. Уровень это 22. Мы видим, как золото четко ходит по уровням, которые я определяю, пишу в своем закрытом телеграм-канале. То есть у нас было отбитие. Здесь я писал про лонговую формацию, продолжение лонговой формации. Мы увидели тест нижнего уровня, пробитие вверх, тест сверху и уход вверх. То есть все в соответствии с логикой техники. По достижении данного уровня сопротивления я пока что по серебру не вижу продолжения лонга. Только после пробития данного уровня мы пойдем к новым целям. По нефти. Ну все четко идет по моему сценарию. Я говорил, что по нефти вчера мы добьем до уровня поддержки, который находится на уровне 76-77. Мы четко вчера достигли этой цели. Далее я говорил, что будет отскок. И нефть у нас вчера от этого уровня поддержки плюсовала аж на 2 с небольшим процентом. И соответственно речь не шла ни о дальнейшем росте котировок нефти. Я говорил, что будет всего лишь отскок. И мы увидели, цель конечно отскока была немножко повыше до 83. Но на 1-2 от данной цели мы по котировкам вчера отскок достаточно неплохой увидели. На 2,5 практически процента. И буквально к вечеру данные котировки снова слили. И сейчас мы находимся четко на данном уровне поддержки. Конечно же это уровень 76, о котором я говорил после пробития уровня 83. Теперь у нас уровень 83 является достаточно сильным сопротивлением. Пройти вверх его мы конечно же достаточно быстро не сможем. И пока что у нас по нефти такой настрой именно скептический. И мы видим, что котировки на данном уровне пока проторговываются. И пока мы не пробили этот уровень, мы не пойдем ниже к уровню 71. То есть следующий уровень у нас поддержки находится на 71. В принципе 71, 76 это зона проторговки, от которой у нас пошла в предыдущие импульсы волна вверх. Я не ожидаю какого-то стремительного отскока от данного уровня. Вчера у нас произошел отскок в соответствии с той прогноза линии, которую я давал. Ну а сейчас у нас в принципе нефть находится в руках спекулянтов. И долгосрочные прогнозы здесь давать дело неблагодарное. Единственное, я хочу сказать, что опять же повторюсь, на уровне 83 у нас является серьезное сопротивление. Ну и исходя из этого мы видим, что котировки нефти по-прежнему находятся под давлением. У нас пытается девальвироваться рубль. Но если мы с вами посмотрим на валютную пару рубль-доллар, какой прогноз давался на этом канале? Сразу же после 7 числа у нас вступает в налоговый период на ДПИ. Я говорю, что начиная с 7 числа рубль у нас будет укрепляться. Что собственно мы с вами и увидели. Буквально еще 6 числа у нас был рост по доллару. И с 7 числа у нас пошла волна вниз, волна отката. Пока мы задержались на поддержке, которую перед этим мы пробили. 62,5. То есть мы видим, как четко отрабатываются те уровни, которые даются на этом канале. И пока доллар вчера откупили. Но на чем это произошло? Конечно же на сливе котировок нефти. У нас вчера был достаточно неплохой отскок по нефти. Плюс 2 с небольшим процентом. Но к вечеру, так как этот весь отскок слили, мы видим, что и рубль снова начал девальвироваться. И заскочил на поддержку 62,5. Все конечно сейчас будет зависеть от котировок нефти. Если нефть все-таки устоит на уровне 76 и ее начнут откупать, то у нас цель по доллару будет 61,25. Если котировки нефти достигнут уровня 83 долларов за баррель. То есть если мы с вами перенесемся опять же на котировки нефти, то у нас здесь вот такой вот коридор. Хождение пока цены, пока мы не пробили уровень 76. То есть в принципе здесь лонговая формация со стопом под данный уровень. Цель которой по-прежнему 83. Ну а конечно же короткий стоп здесь даст шанс выйти из лонговой формации. Если все-таки нефть ускорится на уровень 83, соответственно и по доллару мы увидим с вами цель 61,25. Ну а в случае пробития, то скажем, нефтяных котировок ниже 76, что пока что на мой взгляд немножко невероятно. Да, я бы не ждал наверное столь дальнейшего снижения нефти. То мы как раз таки 61,25 с вами по рубль-доллару достигнем. В принципе здесь все у нас так же цена ходит по уровням. Все совпадает с той риторикой, которая рассказывалась на этом канале. Ну и перейдя к нашему российскому рынку, к индексу московской биржи. У нас по-прежнему здесь пила, у нас не покупателей нет, не собственно продавцов. То есть у нас по-прежнему вот такая вот полосочка длится. Здесь покупать как по-прежнему опасно на хаях, да. Но и что-либо предпринимать в текущих условиях тоже никакого смысла наверное нет. По Сбербанку вчера вышла отчетность, которая конечно же была позитивная. Вот, ну и все мы с вами знаем, что покупай на слухах, продавай на новостях. И мы видим, что по факту происхождения новости, да, по факту выхода новости у нас Сбербанк начали фиксировать. Но это все в той логике, которая существует, скажем, в трейдинге уже много и много лет. Сбербанк здесь по-прежнему находится на хаях, покупать я его здесь точно не буду. Ну а если мы опять же смотрим с вами по технике, то у нас здесь верхняя граница данного канала 130-150. То есть верхняя граница находится на уровне 150, до которой возможно еще крупные игроки нас котировки дотянут. Ну а нижняя граница пока поддержки, да, находится у нас теперь уже на уровне 135. То есть пока ниже прохождение данного уровня, ну для этого нужны какие-то негативные новости. Если мы посмотрим с вами на котировки Газпрома, то здесь также все укладывается в логике, которая давалась на этом канале. То есть у нас здесь понижающийся канал, нижняя граница, которая сейчас на уровне 163. И мы видим, что котировки по-прежнему, так скажем, проторговываются у нижней границы данного канала. Но а если в случае пробития данной границы, у нас следующая цель по Газпрому это уровень 160. Никаких фундаментальных новостей сейчас нету для какого-то роста Газпрома, да. Но цель 190-195 спекулятивная у нас по-прежнему остается. Поэтому я в этой бумаге нахожусь и в случае дальнейшего снижения буду только увеличивать свою позицию на тех уровнях, которые я отмечаю в своем телеграм-канале закрытом. Ребят, вот такое отведение. В принципе по рынку у нас ничего нового не происходит. У нас по-прежнему происходит такая же пила, такой же боковик, да. Со снижением многих бумаг. Так, в лонг здесь по-прежнему залазить просто-напросто нецелесообразно на столь отскочившем рынке, да. Так как все практически находится на локальных хаях. Ребят, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну, а с вами был Дмитрий Шеф. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok